У меня есть в личном плане всего одна история, характеризующая Путина и объясняющая много, почему я стал оппозиционером. Одна история. Это история Норд-Оста. Норд-Осте, я был тогда руководителем фракции в Думе, был 2002 год. Вот. Мы там были на Дубровке, и я ввел переговоры с террористами, в частности с Абубакаром, чтобы можно было освободить людей, в первую очередь женщин, детей и стариков, которые там были. Вот Путин об этом знал. Переговоры эти пытался вести и мэр Москвы, и Лужков. Кстати, это важно, потому что он все-таки мэр города, у него в городе такое творилось, он не мог там не быть, он там тоже был. И вдруг Путин обратился к нам, к нему и ко мне. Ну, не вместе, а по отдельности. Мы там с просьбой не ходить туда и не вести с ним больше никаких переговоров. Путин. Аргумент Путин ставил в том, что сейчас в Москве чрезвычайное положение, что правда, что согласно закону чрезвычайного положения всю ответственность за ситуацию берет на себя президент, что правда, и что вы хоть и в оппозиции, но имеется в виду я, тем не менее, вот давайте уж я буду отвечать, потому что это жизнь людей, это там наша безопасность и так далее. И я, дурак, согласился. Согласился, думаю, ну да, действительно, у нас к нему есть вопросы, а уже тогда этого было разгромлено. Но тем не менее, действительно сейчас такое положение, я согласился. Вот. И переговоры вести перестал. Потом я задал вопрос Волошину, который был главой администрации, а знаете, почему Путин так именно к нам, к Думу обратился, чтобы мы прекратили там заниматься этим вопросом? Ответ меня убил. Ответ был такой. Потому что он боялся, что у вас вырастет рейтинг. Это Волошин открытым текстом мне сказал. Я говорю, а вот то, что людей убьют там, он не боялся? И что он как-то мирно... Он говорит, нет, рейтинг вырос. Он, говорит, следил за рейтингом, и там стремительно в гору шли. Они применили некий секретный газ и усыпили людей, а потом альфисты, которые там были из спецподразделения Альфа, они потом перестреляли там этих террористов. И погибло 130 человек. Значит, мы решили разобраться, как депутаты, и пытались создать комиссию парламентскую. Путин категорически был против. Нам не удалось проголосовать за эту комиссию. Тогда мы создали фракционную комиссию, которую я и возглавил. И в рамках работы этой комиссии мы узнали фантастические вещи. Ну, например, газ был не опасный. Газ был снотворный. Люди заснули, они не отравились. Но они заснули очень глубоким сном, как бывает после сильного снотворного. И этих спящих людей просто неправильно эвакуировали. Их несли на спине. Их должны были нести лицом к земле, а их несли спиной к земле. И складывались штабелями друг на друга, на спину. И у них у всех диагноз смерти – асфиксия. То есть они задохнулись, у них языки попали в гортань, как у утопленников. И они задохнулись. Они не умерли от отравления. И антидоты им там давали, не давали, не имело значения. Они умерли от неправильной эвакуации. То есть их неправильно эвакуировали. Вот это открытие, которое мы сделали страшное, навело меня на мысль, что Путину наплевать было на этих людей. Я пришел к Путину и говорю, вот понимаете, эти люди могли быть спасены. Мы обязаны возбудить уголовное дело по факту преступной халатности тех, кто их спасал, и наказать их. Он говорит, зачем? Я говорю, ну как зачем? Чтобы в следующий раз не повторялся. Он говорит, ну мы же этих людей не вернем, они уже умерли. Я даже с тобой согласен, что это возможное отравление. В общем, не отравление, а асфиксия. Но мы их вернуть не можем, зачем будоражить будем? Текст такой. Я понял, что человеку нельзя ничего иметь. Ему все равно. После этого случился Беслан, кстати. Иметь такое убожество в Кремле, это, конечно, проблема. Отсталое, ничего не понимающее, верящее в то, что все там вокруг прыгают и думают, как бы шпионов кругом поостроить. Должен сказать, что этот его неадекват транслируется на астроном. Ну, людям внушается это мысль. Там есть специальные пропагандисты, которые это распространяют. В общем, короче, длинная эта история. Вот я не считаю, что надо его насиловать с помощью прута или еще чего-нибудь. Я так не считаю. Я считаю, что если он избавит нашу страну от цинизма, воровства и жильничества, в любом варианте, с помощью воровского парохода, там, как Пянтковский пишет, или полетел к своему дружку на Сардинию, там, в Берлосконе, любой вариант освобождения России от Путина и всех его опричников, я считаю, хороший. Вот при этом он не должен быть кровавым. Зачем? Понимаете, жестокость оборождает жестокость. Мы это с шестого видели. Так, мы должны ехать, дорогие друзья. Так, а где? Хорошая фотография. А? На удивление. Где? Черно. Ага. Так, а где у меня носки? Займи носки.